всем привет ребята кто смотрит наше видео знаю что мы здесь постелили у нас в доме ламинат и теперь чтобы пол был закончен необходимо сделать плинтус ну принтус у нас был был вот посмотрели он ничем не плохо единственное что у нас нету вот этих вот стыковочных элементов но которые вот сюда вот вставляется для того чтобы стыки как бы скрасить или убрать и поехали мы в магазин тоже видео ссылочка будет там где мы попытались купить такие элементы но нету не оказалось их и что я решил я решил сделать все по старинке то есть вот как деревянные плинтус и спиливают на угол 45 градусов я решил так сделать для того чтобы во первых попробовать самому и думаю это будет нисколько не хуже смотреться просто надо все очень плотно подогнать для этого мне понадобится чуть больше времени чем обычно вот смотрите вот так подходит плинтуса вот и вот это место должно вставляться заглушка или как правильная уголок внутренний а если сейчас возьму спилю с эту сторону и эту сторону аккуратненько болгаркой или ножовкой по металлу я думаю должно все плотненько подойти но не подойдет что-то думать короче говоря если это видео вы смотрите то у меня все получилось так примерно примерно мы берем вот он уголок смотрите сейчас я буду ровно параллельно вот этому гу вот смотрите одну я уже прикрутил сторону а вот она вторая вот она думаю подогнал искать что супер но нормально зато не надо никаких вот этих вот прокладок сейчас вот здесь вот обрежу кусочек и все и вставну пометил карандашиком здесь здесь и здесь убираем видите метки 1 2 и 3 еще будем сверлить вот Добро пожаловать в Казахстан! 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 ну все ребятки вот эту сторону я закончил видите у меня еще полно инструментов сейчас продолжаю делать далее уже просверлил отверстие теперь надо доделать только а Ну что, ребята, я безумно счастлива, что у нас тут теперь есть пол, есть обналичка. И все благодаря вот этому хорошему человеку, мастеру, моему любимому мужу. Все слышит и порадуется. Я думал, сейчас скажешь, моему знакомому, хорошему. Моему любимому мужу. Он сделал плинтус. Мы не затратились ни на что. Эти плинтуса нам отдал товарищ. Ничего мы не покупали. Он сам все тут саморезы прикрутил. И я безумно счастлива. Главное, что зашит торец. Теперь там не будет всяких паучков. Вот еще облагородить нужны какие-то угольники. Но сейчас у нас длительные выходные. И нам советуют всем сидеть по домам. Поэтому мы сидим дома и делаем из того, что у нас есть. Я крашу шкаф. Муж мой делает полы. Ну, на этом мы с вами попрощаемся. Ух ты какая. Всем пока-пока. До новых встреч. Какая у меня жена бойкая. Так, а я расскажу еще раз. Вот эти плинтуса нам отдал мой товарищ. Вот здесь, видите, нет заглушек. Заглушек. Уголков нету. Стыков нету. Вот они, стыки должны быть. Вот они, видите. Вот здесь вот так отойти даже немножко. Смотрится без всяких заглушек и без стыков все прекрасно. Поэтому, как уже Лариса сказала, затрат ноль пока месть. Ну, таких вот, знаете, видимых затрат. То есть, плинтус надо было привезти. Надо было поработать. Я не считаю свою работу, что это наши затраты. Ларису тут немножко цвет не нравился. Ну, все окей, я думаю. Если еще учесть, что это 0,0 копейки стоит или рубля. Все супер, правда же, дорогая? Да, мне одна знакомая сказала, что она когда моет полы, она плинтус придерживает. И я ей говорю, так вы прикрутите его насквозь. И не будет нужды в том, чтобы его придерживать. Пошла я, посмотрела. Нигде у нас насквозь не прикручено вроде. Потому что тут же вот эта вот планочка, она потом все закрывает. Нет, есть плинтуса, который без планочки. Еще старые модели, да. Поэтому, возможно, у нее такая. Ну, у нас нет нигде, оказывается, прикрученных насквозь. Все оказывается так качественно сделано. Короче, ты счастлива. Я никогда не замечала, что они шевелятся, когда я полы мою. В общем, я безумно счастлива. У нас сейчас новые проекты, новые грандиозные планы, в которые не нужно вкладывать деньги. Самое главное, да, деньги вкладывать не надо. Всем пока-пока-пока-пока-пока.